приветствую дорогая рашид приветствую у тебя тоже доброй ночи ключик наш золотой я хотел как раз добавить тому что мы с тобой вчера начали говорить про эти разные ключи а до меня еще какая мысль пришла ко мне ты сам как ключ понимаешь сам как золотой ключик на тебя на твое настроение человек который сам себя что называется собрал и вытащил с того света а там еще слепачка я как раз хотел сказать такой жизнерадостный окруженный всеми музами а теперь понятно откуда не столько вдохновения за шумы вокруг меня я в спортзале да тут народ после работы пришел по-разному кто в теннис играет то на бильярде то еще пианино там дергает в углу вот поэтому такая рабочая обстановка у нас с тобой тебя окружают музы да у меня вот попроще как-то народ спорты прочее но они спортом занимаются а у тебя синхрогимнастика есть а чего ты тогда спортом занимаешься если тебя синхрогимнастика помогает обожди нет ты понимаешь чем дело я твою синхрогимнастику делаю с утра и вот этот подобный под этот новый гимн я уже второй день подряд делаю который написал да гимн который я бы тебе ты можешь попросить кого-то инструктор записать эту самую гимнастику вот подать музыку и выставить ее для людей которые так сказать ну сам понимаешь начинают или прочих работает очень хорошо встряхивается просвежает вот я бы так сказал вот второй день отлично работает гимнастика с гимнами еще и слова да давай говори я тебя не слышу что-то контакт все время у нас прерывается слушай опять то же самое опять тоже самое я не знаю что это такое происходит я тебя слышу я тебя слышу ты наверно меня слышу видишь а я тебя не вижу а вот я тебя слышу но не вижу вот я себя вижу ну понятно часть экрана но тебя хорошо слышу почему опять видео отключилась у меня меня тоже все видно я вижу себя на своем экране почему-то может быть там какие-то я вижу там еще запись но странно мы же раньше делали все нормально было это какие-то там контакты и что-то такое происходит ну давай говори может быть какой-то момент включится я надеюсь давай попробую а я пока посижу пока может быть видят мои картины посмотрят я вообще проповедую что что у каждого человека много талантов много талантов и я хочу скоро вебинар сделать кстати говоря вот выставка только недавно прошла моя в галерея в галерея мастерской которая называется лего лего вот они мне прислали там много много позитивных отзывов в следующий раз как-нибудь я прочитаю ну и в телеграм-канал кто не записан пускай запишется и там посмотрят у меня на телеграм-канале эти отзывы живьем на видео да ну вот 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 кажется ты появляешься давай Рашида. О, вот они. Явление Рашида народу. Как явление Христа народу. Какая картина была. Ты теперь замер в таком возгласе. Да, я тебя вижу. Я тебя слышу и вижу. А ты у меня застыл в прекрасной позе. С крылышками, как ангел. У нас же школа творцов. Наверное, я не знаю. Ты же предложил нашу школу называть не человек будущего, а школу творцов. Да, школу творцов. Я по-прежнему считаю, что это то, чем ты занимаешься. Понимаешь, ты делаешь творцов сегодня. Ты ему показал, как он может стать творцом и уже творить начиная с сегодняшнего дня. Ему не надо ждать даже завтра. Понимаешь? Вот почему я все-таки считаю, что ты должен эту школу или факультет, как хочешь назови. Потому что у тебя и здоровье, и творчество. Все вместе. Можешь факультет творцов сделать. Какой ты это делаешь? Ну, так вот. Подумайте, как. У тебя там много последователей, и с ними можешь обсудить. Просто мое мнение, вот то, что ты делаешь, это больше подходит на... Именно ты людям даешь возможность себя раскрыть. И даешь им ключик индивидуальный, который может открыть любую сторону, любую сторону своего творческого потенциала. То есть даже ты можешь, как говорится, попробуй. Этим ключом можешь открыть рисование, другим может быть стихотворение писать или книги писать. Ну, не знаю. Любое творчество можно же открыть. Надо перебирать и пробовать, и перебирать. Правильно? Это ты абсолютно прав, что люди просто не пробовали. Потому что в школе не учили подбирать путем перебора разные виды деятельности. И вдруг на каком-то они западают и хочется продолжать. Это как приемы перебирать ее в ключе. То же самое в видах деятельности. Очень много талантов у нас нераскрытых. Попробуй, как говорится, возьми кисточку, нарисуй солнышко. Рашид, ты пробовал рисовать, нет? Или музыку петь, или стихи сочинять, или может быть что-то такое изобретательское у тебя есть. Вот скажи, пожалуйста. Пусть все знают. Ну, вот смотри, вот я твою гимнастику делаю с утра. Для чего именно с утра? Она мне позволяет спасить все ненужные мысли, которые там с вечера, за ночь накопились, в голове ходят, да, с утра. Ты не знаешь, как, куда, чего. Тем более с возрастом все больше мыслей в голову приходит. А гимнастика как бы ты подметаешь, понимаешь, мозги свои подметаешь, чистишь, и у тебя остается только то, что тебе надо. И вот тогда ты уже дальше идешь и начинаешь с этим работать. У тебя не хаша в голове. Вот что твоя гимнастика мне, допустим, дает. Синхрогимнастика. То есть ты подбираешь действие синхронно к текущему состоянию. Хочется потрясись, потрясся. Хочется по шалтай-болтай поделать. Хочешь хрёст поделать. Ты подбираешь путем перебора. Этому в школе нас не учили. Друзья. Да, ты прав, ты подсмотрел то, что мы вообще-то с детства знали. Извини, конечно, я не могу тебя назвать автором, потому что вот эти вот упражнения, похлопывания, обнимашки, да, шалтай-болтай. Извини, это детство мы все делали. Даже не зная тебя, понимаешь, мы это делали. Конечно, я же из природы посмотрел. Ты посмотрел и собрал это все и сказал, ребята, вот вам ключики. Я озвучил, озвучил, вербализовал, да. Конечно, конечно. Это все инстинктивно делают, просто они неосознанно это делают. А надо делать это осознанно в виде упражнений, и тогда получается новый ресурс. Вот я сейчас хочу вебинар через неделю сделать. Как раз тебе первому сообщаю. Вебинар будет посвящен тому, что как мы в школе раньше, допустим, таблицу умножения выучили, а потом все же используемся, когда что-то посчитать нужно. Как в детстве нас научили руки мыть, мы теперь всегда руки моем на автомате или умываться. А этому нас не учили подбирать деятельность, подбирать, открывать свои творческие способности. Нас учили подражать. Нас учили исполнительности, нас учили шаблонному мышлению. А вот сейчас попали в новую неопределенность, и все растерялись. А потому что нас учили подражательности, за авторитетом, говорили, делай как я, делай как он, ты неправильно делаешь. А это шаблонное мышление не работает. Все растерялись. И кто авторитетнее, там, говорит, увереннее, за ним все идут. Вот это вот. А мы учим думать своей головой. Правда, да? Мы учим быть свободными. Мы учим быть свободными. Мы учим быть свободными. У меня есть проблема. Единственная проблема в твоем, в твоем месте, то, что люди учили, что тебе кашу положить, и еще рот тебя закроет, тебе-то останется только открывать. А самому вот эту ложку найти и кашу, какую выбрать, он уже не может. Понимаешь, в чем дело? Вот этот скриотип, когда тебя вот именно со школы били, тебе все дают, знания, работу и прочее, все тебе дают, ты только должен быть исполнителем. А творец или совершенно другое, он не исполнитель, он исполняет свое внутреннее стремление, желание, хотение, что хочешь, но оно у него изнутри идет. А в любом обществе ты ограничен моралью, опять же, мораль в кавычках, правильно, мораль, которая навязывает тебе это общество. Правильно, поэтому я поэтому разделил, сделал виртуальную комнату психологической разгрузки, закрыл дверь человека и пять минут в день делает все, что он хочет. Хочется трястись, трясется, хочется плакать, плачет, хочется петь, поет, хочет стонать, стони. А в жизни делаешь не то, что хочешь, а то, что надо. Когда я вот так разделил, то получилось все понятно. Комната психоразгрузки, это детская комната, побудь ребенком, говорят же, будьте как дети и спасетесь. А еще говорят, не сотвори себе кумира, да, чтобы за авторитетом не идти, а сам соображай. Так, кстати говоря, хочу вот этот вебинар сделать новый, знаешь, как использовать стресс, страх и боль как новый ресурс для достижения недостижимых ранее целей и задач. Как новый ресурс. Это правильный подход, это настоящая физика, наука, да, когда переход одного вида энергии в другой происходит. Только он не просто вот, как говорится, свисток выходит, да, в пар ушел, а ты его на свою же пользу используешь, потому что любой стресс, вот ты перечислил, это страх, боль, да, потрясение, это все внутренние, виды внутренней энергии, реакции твоего организма на то, что происходит рядом с тобой. И ты должен просто эту энергию не выплеснуть, да, а обратить на себя. Сейчас я скажу одну вещь. Главное не зависать в этом, а дать этому адрес. И вот это все пойдет на решение твоих вопросов. Вот я про это и имел в виду, что именно так использовать энергию, это твоя энергия, зачем ее расходовать попусту, когда ты ее можешь на себе, для себя же, на свою же пользу использовать. Скажи, пожалуйста, сколько километров ты каждый день бегаешь, чтобы все знали. Ну, смотри, 8-10 это моя норма, когда, так сказать, даже желаний нет, но минимум у меня 8 километров даже. 18, но это время я все равно 8 в день должен. Так 10. При хорошем настроении вот после разговора с тобой я даже 12 делаю. Понимаешь? Ну, я хочу, чтобы не только после разговора со мной, а чтобы люди в нашей школе сами потом все это делали без меня. А у нас там в основном часть людей больных, которым я острую помощь оказываю, конечно, они без меня не могут. Я постоянно занят тем, что на телефоны отвечаю, и за 5 минут я уже научился в интернете любого человека уже несколько лет любого человека из любого стресса вывести. Да, но надо же научиться, чтобы... У меня другой стресс. Вот мне хорошо с тобой разговаривать. Выведи меня из этого стресса. Так это не стресс, это тебе интересно. Ну как? Это положительный стресс, понимаешь? Я же не плачу разговаривать с тобой. Вообще, мы же с тобой... Речь идет о трансформации из минуса выйти на плюс. Ну да, это, опять же, мы просто назвали минус-плюс, но вот это я имел в виду, что ты заряжаешь, понимаешь? Я тебе уже говорю, ты золотой ключик, там у тебя ключ один, два, суперключ, ультраключ, а ты золотой ключик получаешься. Вот. Ты сам просто даешь эту энергетику. Ну, в нашей школе... Даны же ведь тоже на тебя... Ну, правильно, они потому и болеют, что в школе нас не учили этому, как таблицу умножения, как руки мыть. Нас не учили в школе своей головой думать. Вот сейчас мы как раз специально с тобой ведем эти передачи, связываемся, всем показываем, объясняем для того, чтобы человек мог думать своей головой, особенно в условиях неопределенности. сейчас на цифровизацию вышли, все опять растерялись, новая неопределенность, а шаблоны не работают. Как быть? Надо, чтобы человек своей головой думал. И мы учим людей сейчас вместе с тобой. Да. И у нас есть такие люди, которые очень даже преуспели в понимании, как самому использовать энергию напряжения. Рашид, ты опять пропал. Рашид, заходи снова. Пусть друзья пока... Опять проволосили. Да, заходи снова, заходи снова. Ну, давай выйдем снова. Да, пусть пока друзья посмотрят на наши картины великолепные. Я знаю, что они великолепные, потому что у меня столько отзывов написали. Просто удивительно. Я всем благодарен. Всем благодарен за такие отзывы. Кстати, большинство этих картин написали мы все вместе с участниками нашей школы. С участниками нашей школы, которые давали советы, что убавить, что прибавить. Пожалуйста, и сейчас можете дать совет. Так. Рашид, давай, еще раз заходи. Еще раз заходи. Вот, привет, ребят. На какую мысль меня перебили. Вот, смотри, я тебе сказал, я делаю твою гимнастику с утра, да? Синхрон гимнастику. Ну, действие синхронное текущему состоянию в моменте. Синхрон гимнастику. Так. Не механически. Ладно, я ее называю Хасай гимнастика. Для себя я называю Хасай гимнастика. Ну, извини, ты синхронный. Я называю Хасай гимнастику. Понятно. Извините, учитель, да. Понятно, да? Спасибо. Смотри. Да. Для чего я еще использую? Ну, уже не гимнастику, а любое упражнение, которое мне придет. Я в свободное время, помимо вот того, что здоровьем занимаюсь, да, мозги тренирую, а самая большая тренировка мозгов это когда учишь иностранные языки. Да, да, да. Ну, у меня рабочий был арабский, английский, когда-то был немецкий, еще русский, и я начал учить еще испанский. Причем я учу, уроки веду и французский, и испанский, но в качестве основного языка английский, то есть я как бы с английского, не с русского учу эти языки, а у меня все упражнения, они двояко, французский, английский, английский, французский или испанский, английский, английский, испанский. Вот так вот идет. То есть русского языка здесь нет, да. Значит, когда я одним языком позанимаюсь, там, 20-30 минут, потом я какое упражнение придет, стою, задницу же надо оторвать, сам понимаешь, что задница это самый рабочий инструмент для творчества, между прочим. Вот, что мы на заднике делаем? И приключения на нее тоже ищем. Вот я тебе говорю, это не голова, а вот что надо всегда тренировать. Я встаю, какой мне придет сделать, или лыжника, или это самое, нахлест, обнимашки, и сделаю. Сделаю, или что, как бы переключаюсь и перехожу на другой язык. Конечно, вот как здорово. Переключатель работает. Правильно, наши упражнения это переключатели доминанты. Конечно. Да, вот, понимаешь, причем я не весь комплекс делаю, а только вот одно какое-то. Какой мне захочется в этот момент. Я даже не знаю, какой мне захочется в этот момент делать. Ты все правильно говоришь. вот это надо, чтобы все услышали сейчас. Ты все правильно говоришь. Какое упражнение в голову приходит, то и делаешь. То есть я не зациклюсь, что вот я сейчас буду лыжника делать. Нет, я встал из-за стола, знаешь, вот что-то меня потянуло, да, там, а, давай вот обнимашки делать. То есть вот плечо подтянуло, да, себе. Хлест, хлест называется, хлест руками по спине. Да, ну, слушай, ну, я же мне это, твою школу-то не кончал, ты, я же самоучка. Я просто настаиваю, чтобы все упражнения имели свои имена, как в йоге все упражнения имеют свои названия. Поэтому йога тысячу лет известна. И чтобы наша школа развивалась, надо, чтобы все упражнения имели свое название. Шалтай, болтай, лыжник, прорубь там есть, потягушеньки там есть. Там много разных упражнений, их надо перебирать, подбирать то, что хочется продолжить. Это ваш критерий для подбора индивидуальных упражнений. Это для комнаты психоразгрузки. Асай, ну, у тебя же есть инструктора, которые у тебя учились, они более квалифицированы, они могут это рассказать, чем я. Я же как любитель, понимаешь, мне дали ключики, вот я подобрал себе, что работает. Но ты мудрый, ты понял сразу суть идеи и пользуешься, и ты сам в детстве это делал инстинктивно, но ты мудрый человек, у тебя интуиция хорошая. У нас есть в школе такие люди, которые готовы и сейчас подключаться, и в следующий раз подключаться, и свои давать упражнения на основе ключа. У нас даже в книге вот предпоследние все участники нашей школы свои приемы давали. Это у нас же целое получилось такое сообщество добровольное. Такие творцы, вообще потрясающе. Я всем так благодарен. Ну, вот видишь, ты завел людей, и люди дальше работать начинают. Понимаешь, ты им как бы показал дорогу, а дальше каждый сам идет. В этом и заключается творчество. Мне Наташа Кузьмина, знаешь, что написала? Которая вот эту книжку толстую написала. Сейчас я покажу тебе, может, ты ее не видел. Сейчас я тебе покажу эту книжку. Она написала вот эту толстую книжку. Слушай, 500 страниц. Видишь? Метод Тручхаса Али от мечты к творчеству. Вот внизу написано Наталья Кузьмина. Это издательство выпустило Амрита Руси. Прекрасное издательство. И вот они теперь начали старые книги мои перепечатывают. Видишь? Такие молодцы. Я им так благодарен. Теперь у всех будут книги. У нас Константин Михайлов, наш почетный участник школы. Он у него прямо там за спиной, прямо библиотека всех наших книг. У него даже те мои книги есть, которых у меня уже нету давно. Асай, опять подожди, опять надо перезагрузиться. Смотри, что-то со связью у нас получается. А потому что это очень далеко. Очень далеко. И поэтому все время связь прерывается. А я пока покажу то, что, может, люди не знают. Новичок какой-нибудь зайдет. Потому что я одновременно и выставки делаю, и одновременно я Марш 500 готовил. Потом я готовил чемпионов мира на Олимпийских играх Китая. Я парусный спорт курировал. Я много чего делал. Я хочу, чтобы каждый из нас, поскольку каждый из нас творец, вот как раз сейчас Рашид говорит о том, что мы школа творцов. Да, Рашид, правильно я говорю? Ты же сказал, мы школа творцов. Правильно? Вот опять вернулся я, да. Я вернулся к тебе. Правильно. От тебя не убежишь. У каждого столько много способностей, о которых он даже не подозревает. Надо пробовать то одно, то другое, то третье, то четвертое профили деятельности. И вдруг ты оказываешься, вот что мне подходит. И начинаешь делать, и вдруг открываешь такие творческие способности, о которых даже вчера и не думал. Ты знаешь, вот твою методику правильно делаешь, что начиная со школы, ее надо внедрять. Вот я, к сожалению, очень поздно познакомился со своей методикой. Поздно, да? Как говорится, начинать что-то творить. Но я использую, как могу, и вижу пользу. В чем вижу пользу, так и использую. Следующее поколение будет уже знать, потому что там наша синхрогимнастика по саморегуляции ключев профессора Матвеева Анатолия Петровича в учебнике. Все правильно. Вот надо со школы-то давать, со школы, понимаешь, чтобы они уже из школы выходили творцами. Они уже четко знали, что они могут и что им нравится делать. Так даже легче будет профессию выбрать. И чтобы они только исполнителями выходили, потому что на старом инстинкте школы работают, на всей планете, на инстинкте подражания. И формируется шаблонное мышление исполнителей. И поэтому люди трудно понимают друг друга, потому что каждый в своей доминанте. Ну, тут я с тобой могу в основном согласиться, но, допустим, я любил в школе математику, физику. Там головой все-таки надо было работать, понимаешь, в большом делом. И первая профессия у меня тоже техническая была, в электронике, поэтому там тоже головой приходилось работать. А потом уже гуманитарное образование, там вообще полностью, что называется, анализ и творчество полностью свое. Поэтому где-то, ну, будем так говорить, не зашоренный я совсем был, но другое дело, сам понимаешь, мы росли в обществе, где была своя идеология. Вот что, кстати, у тебя не хватает, откровенно скажу, идеологии, понимаешь, чем дело? Ты говоришь человека будущего делать, да? Но для какого общества ты его готовишь? Понимаешь, чем дело? Ведь ты хочешь полностью независимого творца сделать. А я тебе сразу скажу, да, по своему опыту работаю в разных политических системах, ни та, ни другая система такой подходит. Такие люди им не нужны. Им нужны исполнители, а не творцы. Ты имеешь капиталистическую систему и социалистическую систему. Да, и там бы тут от тебя требовалось, чтобы ты исполнял волю партии, волю, которую прикрывали названием воли народа, а на самом деле ты понимаешь, кого ты использовал? В капиталистической системе, я тебе могу сказать, в Советском Союзе было больше демократии, чем здесь ее. Но ты не говори, где ты находишься, а то заблокируешься. Ладно, я просто у меня опыт большой, я, говорит, с полжизни и там, и тут прожил, могу сравнивать. И видел это не из окна машины или автобуса туристического, а пройдя все этапы, ступени в обществе. поэтому могу судить и говорить о том, что есть. И здесь тоже таких вот, как ты, да, тебе до определенного не могут дать творить, а потом нет, иди сюда, скажут. Понимаешь, в чем дело? А ты хочешь полностью независимого человека сделать наподобие, как записано в Священном Писании, да, подобное ему. и ты хочешь такого же человека сделать. Это все пророки говорили этого, все пророки говорили, и в буддизме это, и в христианстве это, и в исламе это, говорили о человечности, о любви к ближнему. А потом оказалось, что в иудаизме любовь к ближнему это иудей, а в христианстве это больше, больше, там есть притча о самарянине, что каждый твой близкий в исламе ты вообще процент никакой не платишь за кредит, который ты в банке берешь, поэтому ислам развивается бурно. Ну, и в каждой религии есть формализация, стандартизация, традиционализм такой, когда человек, дух идеи со временем вылучивается, остается только форма и традиция. И поэтому они столько буддистов друг друга поубивали, столько христиан друг друга поубивали, столько в исламе друг друга поубивали, потому что фанатики есть, и нормальные люди есть, и творческие люди есть, и среди священников, и среди мул, есть священные, такие творческие люди, а есть примитивные, которые только за авторитетом идут, которые своей головой не думают, не мудрые, я думаю, что их лечить надо, поэтому я многим из них помогаю, у меня и мулы проходили подготовку, они вот, во-первых, интересный случай был один, когда, значит, ко мне человек приходит, он сторожем мечети работал, говорит, слушай, когда молишься, надо же с чистой душой молиться, чтобы посторонних мыслей не было, а я, когда молюсь, у меня там крыша течет, там надо там за детьми там посмотреть мысли посторонние, я не могу от них освободиться, я ему сказал, а ты стой вот так болтайся, как дети туда-сюда, потом сделай эти движения, подбери то, что тебе подходит, но этот мужик уже в мудром возрасте сделал, потом сел и говорит, ой, освободился, говорит, а говорю, вот так делай и молись потом, это самая современная форма медитации, пожалуйста, он так удивился, спасай, ты знаешь, как молятся в разных религиях, прекрасно, вот теперь сравни и подумай, насколько в исламе это продвинуто, там ты не сидишь, как в католическом костеле, ты не стоишь, как в православном храме, ты все время делаешь физические упражнения, когда ты молишься в мечети, начиная стоя, колени, преклоняя, нагибаясь, разгибаясь, стоя, наклон делаешь, это уже ближе к секунду, ближе, я понимаю, это гимнастика, самая настоящая гимнастика идет, и ты ее, по идее, должен пять раз в день делать, ну да, еще и умываться перед этим, умываться перед этим, а теперь дальше, вопросы гигиены, мы с вами были решены, смотри, в седьмом веке, когда был, начало седьмого века, в Европе, хирурги начали руки мыть после операции, когда? В восемнадцатом веке, через больше, чем тысячу лет до них дошло, что руки надо мыть, а в исламе тебе сказали, ты понимаешь, народу не надо было говорить про гигиену, про микробы, ему сказали, хочешь ко мне обратиться, к Богу, да, вымойся, омой все свои грязные, срамные места, тогда приходи ко мне молиться, понимаешь, просто и четко. Я тебе скажу, я тебе скажу, когда в Махачкале, например, началась вот после социализма перестройка, и когда пришли мулы учить людей, представляешь себе, какой кошмар, ко мне в центр, у меня на Таганке был центр, приезжает из Махачкалы парень, у тебя помолиться можно здесь, прежде чем я заниматься, пожалуйста, пожалуйста, он специально на показ, показывает, какой он верующий, он столько воды там налил у меня в коридоре, я потом шваброй мыл, ну, чтобы демонстрировать, какой он верующий, ну, такие же идиоты тоже есть, но они же не виноваты в этом, что они такие, просто они зашорены, и я потом его, как говорится, исцелял, я ему ничего не говорил, я просто дал ему возможность стресс снимать, и потом он постепенно стал нормальным человеком, и молиться начал, и луж не делал в коридоре. Кстати, вот в исламе очень много подмечено, именно вот таких, чисто бытовых советов, вот пять раз в день ты молишься, и ты все время моешься, до этого же никто это не делал, правильно? Ну, в христианстве тоже, в христианстве тоже есть посты, во всех религиях есть позитивные моменты, а как же? Это же наблюдения, многовековые наблюдения, за гигиеной, поститься надо там, кстати говоря, в христианстве, тоже поклоны, вот эти вот постоянные, это же повторяемые движения, там тоже есть, там не только стоишь вот так вот. Обожди, но тут-то мы говорим, когда намаз совершают, там целая куча физических упражнений, начиная со стоя, до конца ты вообще садишься полностью, скрещиваешься, и еще поклоны бьешь сидя, поклоны бьешь и стоя, и сидя, то есть все время ты движения находишься. Сама повторяемая молитва, как повторяемая мантра, это повторяемое действие на уровне ментальности, это тоже снимает лишнее напряжение и дает обнуление от стресса и выход на эту беспредельность, бесконечность, безвремение на Бога. У Бога же нет рук-ног, это мы его глаза, уши, это же мы, модель, поэтому человек, если создатель, создатель, создатель всего и вся, то в человеке эта созидательность, это творчество. Бог в человеке... Согласен, да, это мы просто назвали. Слушай, а созидатель, когда мы говорим творчество, у нас немножко другое понятие. Мы говорим творчество, значит, мы говорим рисование, писание... Да, 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 это ограниченное понимание творчества. На самом деле творчество – это поиск наиболее простого решения, сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Еще раз скажу, чтобы... Что тут проживается? Еще раз скажу, чтобы все поняли, творчество – это не только рисовать, петь или танцевать. Творческий подход – это поиск наиболее простого решения, сложной задачи, через призму общечеловеческих ценностей. Любить, сопереживать, сотрудничать, созидать. Это общечеловеческие ценности. Помогать. Помогать друг другу. Ну, конечно. Мне все-таки больше, знаешь, хочется творить. И называем его творец, понимаешь, творец. Бог в человеке – это созидательность, да. Бог в человеке – это творчество. Созидательность, но созидательный творец, созидательный творец для меня как бы синоним выходит. Ну, правильно. Ты созидаешь, значит, ты творишь. Правильно. А кто не созидает, а кто не созидает, тот разрушает. Во! Кто не созидает, тот разрушает. А тогда мы можем вернуться к нашей с тобой излюбленной семье, женщине. Она вообще самый основной творец на этой земле. Она жизнь может творить, правильно? Она жизнь может творить. Ну, без мужчины что она может? Как она может сотворить? Ну, ладно, чего ты, извини, пять минут работы, и ты говоришь, что ты творец. Какой ты творец, извини? Еще не знаешь, что там получится, правильно? Ты через пять минут ушел, и у тебя голова не болит. Посмотрим он через девять месяцев, что там получилось, да? Слушай, ты хочешь сказать, что женщины крутят землю, как говорится, на оси? Женщины крутят мужчинам. Сам понимаешь, на чем, но крутят. Слушай, вот я тебе скажу юмор, юмор скажу. Я когда-то видел в журнальщике юмористическом маленькая девочка мальчику, ну, это юмор, юмор, друзья меня простят, все понимают, юмор. Тросики опустила и говорит, видишь, там ничего нету? А он смотрит, говорит, да, ничего нету. Вот этим ничего я буду тобой всю жизнь управлять. Все правильно, только сейчас ты это только подтвердил. Еще она уже ты понимаешь, как она мудрая? Она уже в этом возрасте, она знает, чем она будет управлять. А мужчина, он просит, понимаешь, он как выключатель, вверх, вниз, вот и все. Только нажимает, так сказать, в какую сторону повернуть голову, вот. Ну, ты знаешь, влюбленные в своих мужчин женщины, тебе этого не простят. Они скажут, когда женщина любит мужчину, она все готова за него, да все. Правильно, вот это другое. Вот в чем и разница, ты понимаешь? Мужик, он же не может вот жертвовать ради детей, женщины. Нет, он будет воевать, но так биться, как женщина, за своих детей, за своих детей. Мужчина не способен на это. Способен, способен. Как влюбленный мужчина такие подвиги совершает? Ты что? Столько глупостей. Ты хочешь сказать, на войну все влюбленные хочешь сказать идут? Нет, нет, я хочу сказать. В одиночку, да, ты будешь спасать свою любимую. Согласен с тобой драться за нее. Но женщина готова на более великий подвиг и длительное время она может совершать подвиг. А сильный пол, он что, пять минут, в любом деле, пять минут, а дальше он должен лежать пластом. Я видел, как в гнезде какие-то птички. Там значит птичка самка и птичка значит самец. И вот она, чтобы он был внимательнее к детенышам, она его клювом по голове бьет. Вот так, тук-тук-тук-тук, прямо такой мультик был потрясающий. Комментарий излишний к этому, да? Ты на птицах пример привел, но многие из теми могут это сказать. Ну, так у нас почти каждый день это так. Ты же знаешь, сковородка это основной инструмент для правления мозгов мужиков. Просто у женщин одни задачи, у других, а у мужчин другие задачи. Ну, вот мы же говорим о созидателях, раз уж мы перешли на эту тему, мы говорим, кто основной созидатель. А мы уж так на подсобных, понимаешь, ролях, там, где помочь, поднести и прочее. Но если нас вдохновить, то мы можем и что-то побольше сделать, согласен. Вон вокруг тебя какие красотки, а кто их сотворил. мужчин. Понятно, понятно. Спасибо тебе, дорогой мой. Слушай, я когда был в той стране, в которой ты находишься, мне там один мужик прямо на телевидении сказал, мы никогда даже в диких снах не видели, что... даже в диких снах не видели, чему ты нас учишь в свободе. Мы никогда не думали, что у вас есть свобода. Мы даже в диких снах этого не видели. Вот это в той стране сказали, где я был. Я там четыре раза был давно. Да. Очень интересно. Я там гольфистов учил, гольфистов учил переключаться, потому что когда он, допустим, настраивается, настраивается, а потом не так сделал, у него фрустрация, ему надо быстро сообразить, как быстро перестроиться опять. И я их учил быстрее переключаться, да. Ну да, вот я тебе, как я тебе пример привел с языками, как с одного на другой. Буквально минутка, и все, и переключаешься. Не зависать, стресс, при фрустрации, да. освободил место и уже, так сказать, занимаешься новым и стрессовая ситуация, ничего, просто как бы зачистил немножко, освободил место в голове для того, что ты хочешь делать. И все. Хочете, я сейчас скажу. Я в свое время помогал команде «Арарат». Они падали все время, падали, падали, уже нули у них были, они вот на полосе такой были. Там Никита Павлович Симоняй ушел после инфаркта из команды, главный тренер. Потом там был Захаров, который был в спорткомитете, был председателем. И вот он их ругал, допустим. там вратарь был один славик. Он его «Ну что ты так играешь? Что ты так играешь?» А я начал его хвалить. И его вот в этой игре потом приз дали лучшего вратаря команды. Поэтому, когда женщина хвалит мужчину, у него крылья растут. Когда она его ругает, он сникает. Поэтому, конечно, многое зависит от женщин. Конечно. А потом, смотри, одно дело, я тебя похвалю, а другое дело, когда любимая женщина тебя похвалит. Разница большая, правильно? Конечно. Это тоже имеет значение как похвалить. Конечно. Ну ладно, мы с тобой бесконечно можем о женщинах разговаривать. Я тебе даже больше скажу. Я когда думаю, как нас будут смотреть, у меня в голове крутится, чье мнение для меня важно. Конечно, я как мужчина, для меня важно мнение женщины. А для женщины, наверное, я не знаю, я не женщина, как ты думаешь, для женщины чье мнение важно? Женское мнение, когда она выступит где-то там на собрании, или где-то пойдет, или по подиуму пройдет. Чье мнение важно? Мужское мнение? Пасай. Ты задаешься тем вопросом, на который ответа нет. Вот для меня я тебе могу сказать, вот мы Вселенную познали, мы ее не знаем совсем, правильно? Так вот, мы туда лезем, а Вселенная рядом с нами ходит. Каждая женщина это отдельно взятая Вселенная. Попробуй ты ее познать. Ее познать невозможно. Ну вот поэтому это познать невозможно. Ты можешь только любоваться, созерцать. Понимаешь, мы смотрим на звезды, там видим какие-то созвездия, строим из них разные фигурки, да, видим какие-то галактики другие. А проникнуть, узнать природу, ну, вот женщина, по-моему, то же самое. Это Вселенная, не просто космос, а Вселенная. Поэтому женщины любят цветы, да, и мужчины... Я тебе сказал свое мнение, да, они оценяют их красоты, и ты понимаешь, тут ревности нету. Если ты рядом другую красавицу поставишь, и будет, да. А когда цветочки, ну, это же прекрасно, она сама как распустившись цветочек. Поэтому мы с тобой к цветам, так сказать, ровно относимся, да ведь? Не, ну, мы дарим женщинам цветы, правильно же? Да, ну, мы правильно пытаемся еще узнать, так сказать, вот, какие цветы ей можно подарить, какие нельзя, по какому случаю. Мы же так утилитарно подходим к подбору цветов. А ей ведь еще надо под цветы, как она оденется, какой макияж. Ну, слушай, для нас это собой, это космос. Познать невозможно. Я хочу еще раз напомнить для всех, особенно для новичков, что у нас скоро будет вебинар, как использовать стресс, страх, боль в качестве нового ресурса, чтобы расширить свои возможности, ответить на те вопросы, которые вы раньше на них ответов не могли найти. Как использовать стресс, страх и боль, как ресурс для расширения своих возможностей. Пишите, пожалуйста, друзья, комменты, подписывайтесь, так сейчас принято говорить, Рашид, извини, подписывайтесь на канал Телеграм, мой канал называется канал, Телеграм, метод ключ, Хасая Лива, и там есть платформа, которую ведет еще Наталья Кабетама у нас, платформа самопомощи, да, там вы многое чего увидите и услышите, на YouTube подписывайтесь обязательно, потому что по моей интуиции через 2-3 месяца YouTube снова начнет нормально работать, я так думаю, потому что я оптимист, неисправимый, неисправимый оптимист и только делает жизнь. Рашид, скажи, пожалуйста, какую тему ты хочешь затронуть в следующий раз, ты правильно заметил, что мы без всякой подготовки делаем наши встречи, но все-таки какая-то тема... а мы даже не знаем обожди, но это твой канал, если бы мой канал, я бы сказал, что я хочу обсудить. У тебя, я смотрел, много интересных людей было, да, вот Островцев, Блеск, я бы с ним с удовольствием поговорил бы на высокие темы, но пойми, мы же должны не отходить от твоей темы, а то что мы будем на твоем канале рассуждать о вечном, понимаешь, пытаясь соединить строение клетки, которая меня волнует, интересует, не волнует, а интересует, с правилами термодинамики, как могла клетка в классической физике во-первых, создаться, а потом существовать, это я бы с ним обсудил, но с тобой надо как-то вот соединить, опять же, ты раскрываешь голову, потенциал, раскрываешь, и она начинает пухнуть от того, что как много еще можно вместить в нее, понимаешь, благодаря твоей методике, ты расчищаешь место в голове, и тогда уже начинаешь что-то новое заполнять туда. Спасибо тебе, Рашид, все-таки подумаем, о чем мы будем говорить в следующий раз, может быть, спонтанно придет какая-то идея, ты мне напиши, и пожалуйста, друзья, все пишите в комментах, о чем бы вы хотели, чтобы мы с Рашидом, с уважаемым, дорогим, поговорили, он очень мудрый человек, очень многие опыт за ним стоит, за его плечами, с таким человеком всегда интересно разговаривать. Пишите в комментах, пожалуйста. До встречи, спасибо тебе, Рашид. Тебе главное большое спасибо за то, что ты, как говорится, даешь возможность увидеть всегда что-то новое. Как и наши с тобой разговоры, мы не знаем, мы договорились встретиться, начать делать, а куда-то с чего начнем и куда приплывем, я, допустим, не знаю, даже как мы сейчас закончим. У меня ни листочка, ничего нет, я стою на вот этой беговой дорожке. Сейчас выключимся, я побегу на свои 10 километров, да? А как, чего и завтра, не знаю, вот, во-первых, меня твои картины все время навевают, но там у тебя женские образа, и поэтому меня все время тянет на них. Ну вот. Ну вот, хорошо ты мужчина. Кто-то уже в комментах нас назвал озабоченными. Очень хорошо, правильно. А что я могу еще рассуждать, когда я гляжу на твоих красотек? Правильно, Рашид, правильно, давай. Спасибо тебе большое, до связи, до встречи. Смотри на женщин, смотри, любуйся женщинами. Конечно, мы с тобой мужчины, будем любоваться женщинами, как Володя там написал, гимн такой интересный, будем его слушать перед стихрогимнастикой. Очень интересный гимн, правда, для нашей школы? Да, я тебе сказал, гимн, вот я прошу, сделай, попроси какого-то молодого своего инструктора, чтобы он сделал вот твою синхрогимнастику, я уже научился называть ее, синхрогимнастику, этот гимн, и выставить его, понимаешь? Вот, попроси. Лучше, конечно, девушку, чтобы так, понимаешь, там было приятно смотреть еще нам с тобой. Ну, парень тоже подойдет. Понял, спасибо тебе. Спасибо, Радон. Ладно, тебе громадное спасибо за то, что есть. Через несколько дней все. Давай ищи дальше. Я про вебинар еще расскажу, и дату скажу, и час скажу, и мы встретимся. Кстати говоря, Наталья Кузьмина, которая вот в Белоруссии, которая вот эту толстую книжку написала, издательство «Амритору». Она мне написала. Учит в школе, действительно шаблонами. И поэтому скоро, когда тебя не будет, она в шутку сказала, все будут «Как же ты рисовал?» Они будут говорить, какие прекрасные картины, и будут изучать, как ты многослойно делал, как ты там ляпал одно на другое, что за номер такой живописи, что за живопись какой-то. И будут изучать, и шаблоны эти перенимать, и шаблонами этими делать. Ну, ты представляешь, юмор такой. До встречи, дорогой Рашид. Ну, ладно. Давай, до встречи. Спасибо, что пригласил. Всего тебе доброго. Спасибо, нашел время, чтобы с нами встретиться. Давай через пару дней встретимся еще раз. И прочитаем комменты. С удовольствием. С удовольствием.